В чем заключалась главная ошибка Александра Ивановича, когда он решил создать свой спецназ? Согласно некоторым документам, Александр Иванович пытался создать собственную армию. Причем некоторые подробности ее формирования позволяют говорить о том, что разрабатывалась эта новая вооруженная структура не без участия министра обороны. При этом в нее должны были войти самые подготовленные части и подразделения специального назначения всех силовых структур. Основу, по замыслу генерала Лебедя, составляли бы воздушно-десантные войска. Хотите подробностей? Тогда приветствую, на связи Нью-Солдат. У меня новость, да какая? Слышали о так называемом «Русском легионе». Так вот, сегодня вы узнаете об этом все самое интересное. Хотите быть в курсе подобных новостей? Нажимайте кнопку «Подписаться», жмите на колокол и смотрите все самое актуальное первыми. Ну что, готовы? Начинаем! В этой истории далеко не просто отличить выдумку от реальных решений и событий. В середине 90-х годов прошлого века противостояние ключевых фигур в политическом и военном руководстве России вышло на новый уровень. Александр Лебедь, которого многие люди с высокими должностями, как в армии, так и в правительстве, откровенно не любили, решил создать небольшую армию, которая не подчинялась бы ни президенту, ни министру обороны. Справка. Александр Иванович Лебедь родился 20 апреля 1950 года в городе Новочеркасск Ростовской области. В 1969 году поступил в Рязанское высшее воздушно-десантное командное дважды краснознаменное училище, после окончания которого в 1973-м служил там же командиром учебного взвода. В 1985 году с отличием окончил военную академию имени Фрунца. Принимал участие в операциях в горячих точках на территории. В 1990 году Александру Лебедю присвоено звание генерал-майора. В дни путча ГКЧП в августе 1991-го выступил на стороне демократических сил во главе с Борисом Ельциным. Участвовал в организации охраны Белого дома. С 1992 года командующий 14-й гвардейской общевойсковой армией в Приднестровье. Участвовал в прекращении вооруженного конфликта в регионе. В июне 1995 года уволен в запас в звании генерал-лейтенанта. В 1996 году участвовал в выборах президента России в качестве независимого кандидата. В ходе первого тура выборов 16 июня получил 14,7 голосов избирателей, принявших участие в голосовании, и занял третье место. 18 июня указом президента России назначен секретарем Совета безопасности России и помощником президента по национальной безопасности. В результате президент страны Борис Ельцин получил поддержку Александра Лебедя и сумел во втором туре одержать победу над кандидатом от левых сил Геннадием Зюгановым. Летом 1996 года Александр Лебедь возглавлял российскую делегацию на переговорах о прекращении боевых действий и выводе федеральных войск из Чечни, результатом которых стало подписание Касавюртовских мирных соглашений. Осенью того же года указом президента снят с должности секретаря Совета безопасности. Миссия Александра Лебедя продолжала работать на Северном Кавказе, участвуя в вызволении из плена российских военнослужащих. В мае 1998 года избран губернатором Красноярского края. 28 апреля 2002 года скончался в отделении реанимации Центрально-республиканской больницы Хакассии от травм, полученных в результате катастрофы вертолета Ми-8. Друзья, подробнее о нем можно узнать из выпуска под названием «Тайна гибели генерала Лебедя раскрыта». Его вы легко найдете в картотеке канала. Мы же пойдем дальше. Итак, это была игра по крупному. Прямых распоряжений о смене тех или иных министров Александр Иванович никогда не давал. Но к его совету поменять министра обороны, избранный на второй срок президент Борис Ельцин, все-таки прислушался. В итоге генерал армии Павел Грачев был освобожден от командования. А на его место с небольшой задержкой назначили Игоря Родионова. Игорь Николаевич Родионов родился 1 декабря 1936 года в селе Куракино Сердобского района Пензенской области в христианской семье. С 1954 года начал службу в ВСРФ. В 1957 году Игорь Родионов окончил Орловское бронетанковое училище имени Фрунзе. В 1970 году с золотой медалью окончил Военную академию бронетанковых войск имени маршала Советского Союза Малиновского. В 1978-80 годах являлся слушателем Военной академии Генерального штаба Вооруженных сил СССР имени Ворошилова, которую закончил с отличием. Офицерскую службу начал в группе советских войск в Германии, где служил командиром танкового взвода и танковой роты. В 1989 году был избран народным депутатом СССР. В 1996-м Игорь Родионов указом президента России был назначен министром обороны Российской Федерации. По слухам, сразу после этого Александр Лебедь приехал к нему с идеей создания суперспецназа, подразделения, способного на любые активные действия как внутри страны, так и за ее пределами. В основу Русского легиона последний планировал положить спецназ ВДВ, то есть по сути своих сослуживцев, обученных, подготовленных, хорошо мотивированных и способных действовать. Бойцов, которые не раз были проверены в бою. Усилить их огневую мощь предполагалось за счет группы спецназа РВСН. Справка. Именно РВСН защищали и защищают ракетные шахты комплексов Тополь, Ярс и Сармат от уничтожения противников. При этом особыми полномочиями планировалось наделить спецназ ГРУ, который хотели вывести из-под главного разведуправления Генштаба, переподчинив новой структуре. Проект нового спецназа назвали «Российский легион», по аналогии с французским иностранным легионом, который сам Лебедь считал одной из самых боеспособных структур мира. Друзья, более подробно про кумира генерала мы рассказывали в выпуске под названием «Кроповики против французских легионеров. Кто круче?». Если вам интересна данная тема, то найдите ее в картотеке канала и посмотрите. А мы пойдем дальше. Документ, подготовленный генералом Лебедем по поводу особого спецназа, был озаглавлен следующим образом. «Справка о необходимости создания специального воинского формирования Российского легиона». Он состоял из шести страниц машинописанного текста. Стать любителем конспирологии, документ не содержал никаких грифов «секретно», «совершенно секретно» или «для служебного пользования». Автор на нем не указан, но известен. От этих предложений генерала Лебедя у некоторых тогда поджилки написались. Что неудивительно, ибо если на бумаге численность таких войск должна была быть небольшой, не более трех бригад общей численностью до трех с половиной тысяч человек, то на деле ее, втайне от президента страны, хотели увеличить, внимание, в семь раз, то есть примерно до 22 тысяч человек. По одному подразделению в полной боевой готовности должны были сформировать в каждом военном округе. Причем и из других структур секретарь Совбеза тоже планировал забрать себе людей. Так из ФСБ в состав нового спецназа могли передать Альфу из МПД СОБР. И даже специалисты в СИН, способные подавлять бунты в колониях, должны были встроиться в новую структуру. Общая численность спецназа, который не подчинялся бы ни президенту страны, ни министру обороны, а только секретарю Совбеза, с частями обеспечения, медиками и транспортом, легко могла дойти до 150 тысяч человек. Для сравнения, в современных силах специальных операций Министерства обороны, подчиняющихся Генштабу, служат чуть менее 10 тысяч человек. Друзья, как вы считаете, нужен ли был стране такой большой легион, не подчиняющийся никому, кроме секретаря Совбеза? Своими мыслями по этому поводу делитесь в комментариях под видео. Мы же продолжим. На бумаге задачи нового спецназа были обширными. В его обязанности входила идеологическая и психологическая работа с бандитским подпольем и экстремистами, выявление потенциальных террористов и проработка вопросов их ликвидации при минимальной бюрократии. Для того, чтобы получать максимально качественно разведданные, под новый спецназ сформировали и особую группу тактической связи, сокращенно ОГТС, в которую планировали набирать как гражданских специалистов из ФАПСИ, это такой российский аналог АНБ США, основанного Борисом Ельциным, так и лучших специалистов по радиоэлектронной разведке из армии. Еще одним направлением работы особого спецназа должна была стать борьба с организованной преступностью. Правда, в это же время с ОПГ успешно боролись спецподразделения МВД, сотрудников которых по замыслу Лебедя планировали включить в состав легиона. Поэтому почти на пустом месте возник межведомственный конфликт. Для реализации всех выше озвученных масштабных задач предполагалось привлечь в том числе ветеранов отечественных и даже зарубежных спецслужб из числа симпатизирующих интересам России. Как писало в 1996 году издание «Коммерсант», 16 октября этого года тогдашний министр МВД РФ Анатолий Куликов на пресс-конференции обвинил секретаря Совбеза России Александра Лебедя в пост. Секретаря Совбеза. Впоследствии экс-секретарь подал на министра МВД в суд за клевету. И Москворецкий суд в декабре иск удовлетворил. Анатолий Чубайс, руководивший в это время администрацией президента России, впоследствии заявлял, что сторонники снятия Лебедя с поста секретаря Совбеза проделали большую работу. Тем самым Чубайс косвенно подтверждал, что Куликов в своем антагонизме к Лебедю был не одинок. Сам экс-секретарь Совета безопасности сетовал, что президент перестал понимать его, в том числе и по теме урегулирования чеченского конфликта, и хотел слышать от своих подчиненных только хорошие новости. Валерий Карышев, кандидат юридических наук и практикующий адвокат, автор книги «История русской мафии 95-2003. Большая крыша», писал, что сам был свидетелем того, как силовики строили бандитов в бытность Александра Лебедя секретарем Совбеза. Карышев работал как юрист с авторитетными клиентами, и РУОП не раз жестко принимал авторитетов прямо в присутствии адвоката. У Лебедя был единомышленник, начальник столичного РУОПа, генерал Владимир Рушайло. Секретарь Совбеза неоднократно заявлял в СМИ, что вскоре оргпреступность будет повсеместно ликвидирована, и начнется этот процесс с Москвы. Карышев в своей книге отмечал, что на тот момент руководство страны, по-видимому, посчитало нецелесообразным создавать такое подразделение, как Российский Легион. Примечательно, что за отставкой Лебедя последовало и увольнение Владимира Рушайла. Куликов снял его с должности в октябре того же года. О подразделении, которое хотел создать генерал Александр Иванович, вспомнили только спустя два года. Волна жестоких расправ над лидерами криминального мира по всей России породила в обществе легенду о Белой Стреле. Подразделение, которое действует под эгидой секретной службы правительства и подчиняется только президенту. По другим данным, министру внутренних дел. Командование Белой Стрелой в некоторых случаях приписывали даже лично генералу Куликову. Но доказательств этой версии, как водится, не нашлось. Белая Стрела, в существовании которой даже верили некоторые руководители органов, кошмарила авторитетов и воров в законе вплоть до середины нулевых. В ее основу, если верить городским легендам, вошли те, кого Лебедь успел или планировал набрать в свою маленькую армию. Впрочем, вся история с Белой Стрелой забылась так же быстро, как и попытка Александра Лебедя создать мини-армию с прямым подчинением себе. Пролить свет на эту историю мог бы младший брат Александра Алексей, профессиональный военный и разведчик. Однако он ненадолго пережил своего брата. После гибели Александра Лебедя, во время крушения вертолета в 2002 году, его младший брат прожил лишь 7 лет, делал активную политическую карьеру и умер в 2009-м от внутреннего кровотечения. Теперь вы знаете о Российском легионе почти все. Напишите под видео, была ли полезна эта информация, о чем еще вы хотели бы узнать. Ставьте лайк, если видео вам понравилось, а также подписывайтесь на наш канал, чтобы вы узнавали обо всем первыми. Мы собираем всю самую актуальную информацию. На этом прощаюсь с вами. Оставайтесь на связи и до скорого. Субтитры создавал DimaTorzok